Уроки безопасности сотрудники Всероссийского общества спасания на водах проводят два раза в год. Весной перед началом купального сезона и в конце осени перед наступлением холодов, чтобы научить школьников правилам поведения на водоемах. Сейчас, когда реки, озера и пруды вот-вот покроются льдом и риски несчастных случаев возрастут, такая информация окажется как нельзя кстати. Спасатели проинструктировали молодежь, что делать, если упал в прорубь, как из нее выбираться, как правильно согреваться. Шестые, седьмые, как раз восьмые классы – это классы, которым уже пора знакомиться с приемами домедицинской помощи. Это возраст, когда они реально могут оказать помощь как друг другу, так и взрослому человеку, нуждающемуся в ней. Это самый возраст, который запоминает, которому интересно, который, как ни странно, ему нравится учить своих родителей. Они приходят, спрашивают у родителей, бабушек, дедушек и рассказывают им. Для них это интересно. Интересно ребятам было узнать и о вспомогательных средствах – спасательном круге, жилете и спасательном конце Александрова. Они, конечно, вряд ли будут под рукой в случае, если школьник или его товарищ провалится под лед, но знать, как при наличии ими пользоваться, очень полезно. Урок был бесценно полезен. Я узнала очень много всего нового. И, честно говоря, я думала, что я знаю больше, но тут дали такие уникальные знания, что они мне обязательно пригодятся. Последовательные шаги оказания помощи утопающему. Именно в таком порядке сотрудники ВАЗ-ВОД выстроили урок безопасности. В завершении они рассказали детям, как оказать первую доврачебную помощь человеку. Продемонстрировали наглядно, задействовали и школьников. Провели, так сказать, мастер-класс. Теперь посмотри, ты сделал вдохе, а грудная клетка не поднялась. Почему? Еще, еще, еще. Потому что у тебя у пострадавшего закрыты дыхательные пути быстро. Я тебе объясняю, должна быть загинута голова. Еще раз попробуй. Я узнала, как можно оказывать человеку первую помощь. И узнала все секреты, которые желательно применить. И что же такое вы именно узнали? Что запомнилось? Мне запомнилось, как именно правильно надо сделать человеку искусственное дыхание. Как? Основное число 2.30, то есть надо сделать два вдоха и 30 раз надо сделать нажатие, массаж сердца. Спасатели уверены, если дети запомнят хотя бы 10% той информации, которую им сегодня дали, они смогут правильно себя повести при несчастном случае на воде или оказать достойную помощь пострадавшему. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.